По факту падения башенного крана в Хабаровске возбуждено уголовное дело. Чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером на одной из строительных площадок. В результате один человек погиб, другой в тяжелом состоянии в больнице. С подробностями Ирина Забродина. ЧП произошло около шести вечера. На строящееся здание поликлиники упал башенный кран. Находится стройплощадка на пересечении улицы Павла Морозова и Вахова. Момент падения крана был запечатлен на видео. Эти кадры быстро разошлись по СМИ и соцсетям. 17.21. Точное время падения. На кадрах работающий кран вдруг начинает терять устойчивость. Верхняя его часть заваливается, отрывается и падает прямо на фасад здания, повредив его с двух сторон. В результате происшествия погиб разнорабочий. Еще один человек, крановщик, который находился в кабине, был госпитализирован с множественными травмами во вторую краевую больницу. Мужчине около 50 лет. Врачи уже провели пострадавшему ряд операций. Возможно, потребуется еще. Состояние пациента оценивают как тяжелое. Практически все отделы, все системы органов в той или иной степени пострадали. Тяжелая очередная мозговая травма, тяжелая травма грудной клетки, тупая травма живота, повреждения органов, переломы костей, конечностей. Прогнозы сейчас неблагоприятные на такой стадии. Сразу после происшествия на место прибыли следователи и сотрудники прокуратуры. Началась проверка соблюдения законодательства об охране труда, правил техники безопасности при проведении монтажно-строительных работ на объекте. Кроме того, в настоящее время органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения строительных работ, повлекших по неосторожности смерть одного человека. Расследование уголовного дела находится на контроле в органах прокуратуры Хабаровского края. Детскую поликлинику возводят по НАСПроекту здравоохранения за счет средств краевого и федерального бюджетов. Генеральный подрядчик Капторстрой. Объект долгожданный и будет обслуживать большую часть индустриального района. Изначально поликлинику планировали сдать к концу этого года, но из-за ковидных ограничений сроки перенесли на начало следующего года. Ирина Забродина, Константин Пестерев, Телеканал «Губерния».